Я всегда очень аккуратен на высказываниях, чтобы потом иметь возможность всегда... Соскочить. Не соскочить, а строить партнерство. Обидеть проще простого, а потом построить отношения тяжело. Давайте все, начинаем. Все, все. Это не начало. Давайте, здоровайтесь. Давайте, здоровайтесь. Вы знаете, как устроен мир хакеров, кибербезопасности и защиты? И как взломать любую систему? Что из этого знания самое главное, что нужно знать широкому кругу? Я бы, знаете, как сказал? Есть индустрия кибербезопасности, и люди учатся защищать других людей, компаний, государства. Но успешность этой защиты зависит в первую очередь от того, кого защищают. И мне кажется, пока объект защиты не захочет быть защищенным, ничего не получится. Это касается человека, это касается компании, это касается государства. То есть, если вы понимаете, что для вас эти киберриски какие-то существенные, вы начинаете задачу решать. И потом появляются те, кто в этом уже разбирается. Не наоборот. Не ждите, что к вам придут кто-то и защитит вас, если вы сами об этом не думаете, не забытьтесь. А об этом надо думать вообще? А это уже вам решать. А это вообще возможно? Мне, честно говоря, кажется, что столько данных в интернете, что в принципе свою айдентацию защитить, в принципе, невозможно. Ну, смотря, что мы называем защитить. В любом случае, всегда можно найти ту границу между тем, что для вас лично или для вашей компании приемлемо и неприемлемо. И на самом деле нет же цели делать киберзащиту ради киберзащиты. Есть цель добиться того, чтобы неприемлемые для вас сценарии не могли быть реализованы. Что такое неприемлемый сценарий? Что такое неприемлемый сценарий для вас? Не знаю. Если кто-то заберет мою личность и начнет просить денег у моих друзей. Ну, например. Самый простой пример, да? Ну, так и надо, наверное, формулировать. И в какой-то момент времени может статься так, что те риски, которых вы боитесь, они пока еще не приобрели этот масштаб, ради которого вам нужно менять свою жизнь. В любом случае, любая защита – это небольшое, но усложнение. Поэтому, если для вас эта история не про потерю каких-то фотографий или данных, или суммы денег. Я не знаю, сейчас есть такой очень популярный риск. Ведь многие сейчас увлекаются всякими цифровыми валютами, типа биткоина. А ведь на самом деле биткоин лежит на компьютере. И он не такой, чтобы с подписью, с фотографией. Ну, украли биткоин, все, и нет у тебя больше биткоина. Поэтому главная рекомендация заключается в том, что понять для себя, какие риски неприемлемы, происходит ли это в мире. И на самом деле сказать, что если это неприемлемо, надо решать. И ставить задачу именно так, чтобы только неприемлемое стало невозможно. То есть защитой тоже надо не переборщить. Конечно. Вот эти все… Тут дело даже не в переборщить. Дело в том, что, еще раз, невозможно защитить все от всего. В конечном итоге все можно взломать. Чем более сложная система, тем более она взломоопасная. Какие вообще хакеры? Какие они бывают? Хакеры – это такие талантливые люди, которые могут видеть то, что другим невидимо. Они видят, как устроено то или иное. Они могут докопаться до сути. Они могут потестировать на реальность заявленного и того, как это есть на самом деле. Эти люди понимают, как устроены какие-то вещи и могут находить в них какие-то слабости, уязвимости. И здесь встает точно важный вопрос. А как они этим пользуются? Ради чего? Что результат их деятельности? И здесь развилка. Этим можно пользоваться для того, чтобы какие-то системы сделать лучше. А можно воспользоваться слабостью и как-то на этом заработать или еще что-то. Поэтому условно можно разделить хакеров на таких хороших и плохих. А серые хакеры бывают? Мне кажется, знаете, как есть элементарных частиц какие-то, энергетические уровни. И ты не можешь болтаться между уровнями. Ты либо туда ушли, либо туда. То есть это не как в жизни. В жизни же не бывает черного и белого. Человек не может быть плохим или хорошим. У него есть темные стороны, есть светлые стороны. Мне кажется, здесь вопрос даже не в кибер-составляющей, а в том, что так человек устроен. Когда он начинает идти по пути нарушения закона, то очень быстро это происходит не один раз, не два, а как-то он там уже закрепляется. А вы хакер? Я в душе по образу мышления, я хакер. Но я не обладаю теми знаниями, которые позволяют взламывать в привычном виде какие-то там компьютерные системы или еще что-то. То есть я полжизни программировал сам и был очень близок к технике, поэтому мне с точки зрения навыков это близко, хотя я не был в прямом смысле слова хакером. Но по образу мышления, по тому, как я воспринимаю там свое мышление критическим, способным докопаться до истины, да, я считаю себя хакером. Ну, то есть для меня нету каких-то шаблонов, потому что так повелось, потому что так делают. То есть все время хочется разобраться, а почему, а почему, а почему, а может быть нет. Нет, и если даже никто не делал это до этого, ну почему бы не попробовать это сделать, если это имеет смысл и видно, что это возможно. Ну я вот это называю хакерством. Можно любую систему, не обязательно компьютерную. Да хоть социальный строй. Ну вот живем мы вот в мире, да, и кажется, что все, вот есть у нас социализм, коммунизм, капитализм. А может быть есть еще что-нибудь. Какую уязвимость вы видите в социальном строе? Ну, конечно, много уязвимостей в социализме. Мы же много пожили в социализме, была своя уязвимость. Да, в капитализме мы сейчас видим свои уязвимости. Какие? В капитализме? Да. Ну ведь на самом деле, когда у тебя все вокруг условно денег, и многие голоса говорят про то, что это самоорганизующая система, но ведь это не так. Вот я не знаю, верните историю на 60 лет назад. У нас скоро будет 60 лет, да, как Гагарин полетел в космос. Ну вот представляете, сейчас нужно было бы построить ракету, и мы бы сказали, что на самом деле капитализм сейчас самоорганизуется. Кто-то принесет двигатель, кто-то принесет обшивку, кто-то оперение, и ракетку... Ну нет, невозможно. Это на самом деле только государство может взять и сказать, что, ребят, нам нужна ракета. И потом все вот это организуется. И такое ощущение, что таких отраслей, как космос, гораздо больше. Та же кибербезопасность, она пока не консолидируется, она не может решать те сегодняшние задачи, которые стоят перед миром. Интервью записано в офисе продаж комплекса апартаментов премиум класса «Поклонная-9» в районе Дорогомилова. Комплекс отличается сервисом пятизвездного уровня от одного из лучших люксовых отелей Франции «Соу-Москва-Коттон». А какие задачи стоят сейчас перед кибербезопасностью на государственном или межнациональном уровне? Ну, перед кибербезопасностью всегда стоят одни и те же задачи. Это обеспечить эту самую кибербезопасность для государства, для граждан, для компаний. Другой вопрос, что вообще сейчас индустрия, она очень сильно меняется. Мы же видим, как по экспоненте меняется количество преступлений в киберсфере, которые мы слышим. То есть даже любой обыватель может сейчас на своей шкуре ощутить вот эти самые мошенническое воздействие. Звонят, вымогают какие-то кредитные карточки, CVV, подставляют какие-то ссылки. И вот ты постоянно каждый день живешь под давлением того, что сейчас у тебя что-нибудь свистнуто. Это видимый для обывателя уровень, а на самом деле есть еще и невидимый, и он такой же. Вот с точки зрения количества инцидентов, такой, знаете, изощренности хакеров, вот этих преступных организаций, это сейчас движется по экспоненте, и мир изменился. И то, что работало еще буквально 3-4 года назад, сейчас как будто перестает работать. Хакеры стали умнее, а защита не сработала. Они стали агрессивнее, они стали массивнее, они стали напористее. Их иногда спонсирует государство. Вот я читала, кстати, на вашем сайте про существование некой киберразведывательной группировки, которая спонсируется правительством Китая. Есть такое? Или это миф? Я думаю, что есть. Я лично достаточно далек от киберразведки и всего, что связано с этим. Но я близок к тому, что мы часто видим, что за свершившимся взломом в той или иной организации стоят какие-то силы. И восстановить истинный мотив и истинного заказчика вот этого совершенного киберпреступления очень тяжело. Сейчас вообще в мире стало популярно навешивать какие-то ярлыки. Если там то-то, значит это там китайцы, а это корейцы, а это еще чего-то. Но ведь это не так. На самом деле это всего лишь там киберзлом. Он произошел. И, в принципе, если так вот вернуться просто к логике, к мышлению, ты понимаешь, что на самом деле истинное положение вещей можно понять только, поняв, кому это нужно. И когда взлом произошел ради того, чтобы украсть какую-нибудь секретную информацию, совершенно очевидно, что это не мафия. Ну где мафия и где секреты какого-нибудь, я не знаю, чайного космоса. По мотивам всех совершаемых киберпреступлений можно ввести такую условную классификацию. И она очень несложная. Ну то есть есть преступления против государств. Они условно дробятся на две составляющие. Первое – это шпионаж, когда крадутся какие-то секреты. Второе – это, по сути, некое воздействие на экзистциальные какие-то истории. Ну то есть это сродни там кибертерроризму или еще что-то. Когда целью кибератаки может быть выведение из строя, там, гибель людей, еще что-то. Это все, что связано с государством. С точки зрения, ближе уже к гражданам и компаниям, это первое – это, по сути, кража денег в том или ином виде. И второе – это какая-то форма конкурентной борьбы, направленная не на получение выгоды, а на устранение конкурентов. То, что сейчас крадется очень много денег, это уже видно. То, что зачастую мы видим, что происходит преступление, где была украдена какая-то информация, а денег нет, мы тоже это видим. И мы можем предположить, что это работа, по сути, у тех самых там спецслужб. Мы не видим, что сейчас в мире происходит много каких-то катастроф. В любом случае, если бы были катастрофы, связанные с кибератаками, мы бы видели, что их количество в абсолютном значении хотя бы росло. Но мы не можем быть уверенными в том, что подготовительная работа к этому не ведется. С точки зрения, знаете, такой конкурентной борьбы, все равно конкурентная борьба в киберплоскости – это все равно преступление. И это кажется, это может быть для школьника, кажется, что это вроде как, ну, что-то там через интернет поделал, но это и не преступление, не накажет. Взрослые люди прекрасно понимают, что дать по голове кому-нибудь в подворотне или совершить какую-нибудь атаку через киберпространство – это одно и то же. Мы разрабатываем продукты, которые помогают ловить хайпер. Вы ставите за слон. Мы разрабатываем продукты, но для того, чтобы, как компания, для того, чтобы разрабатывать продукты, которые на самом деле могут ловить хакеров, нам нужно чувствовать на кончиках пальцев, как эти люди живут, действуют и думают. Поэтому у нас свои компетенции очень такие сильные в этой хакерской плоскости. Как эти люди живут, действуют и думают? Это прекрасные люди, они очень умные, но, понимаете, для того, чтобы делать какой-то продукт, направленный против угрозы, тебе нужно понимать эту угрозу. Тебе нужно про нее не в справочнике прочитать. Понятное дело, что какое-нибудь аналитическое американское агентство может сказать, что сейчас надо делать такие продукты. Если ты будешь делать такие продукты, ты будешь в 10-м в очереди, в 20-м, в 40-м. Тебе нужно понимать, как этот мир живет, как он меняется. И, конечно, мы это видим. Мы видим те тренды, те угрозы, которые только зарождают сейчас, которые еще аналитические агентства даже не видят и не говорят о них. Приведите пример какой-нибудь. Ну, смотрите, мне кажется, сейчас очень такой важный тренд, связанный с тем, что финансовые потери организаций, они сейчас зачастую ассоциируются с банками. А на самом деле зарабатывать деньги на кибератаках можно не только в банковской сфере. Ну, то есть везде, где так или иначе есть услуги, оказание услуг населению. Какая-то, я не знаю, энергетика, вода, транспорт, что угодно. И там можно зарабатывать деньги. Значит, там будут кибератаки. А все-таки там защищать, грубо говоря, энергетику и защищать банковскую отрасль – это немножко разные задачи. А мы видим, как вот этот маховик киберпреступности и финансовых, в частности, потерь, он раскручивается. То, что там еще 5 лет назад, 10 лет назад в банках были там единичные какие-то случаи, сейчас приобрело массовый характер. Невозможно найти ни одного банка, в котором этого не происходит. И вот эти тренды видно. Как вы узнаете эти тренды? Вы сидите в каких-то местах, где группируются хакеры? Где? Давайте начнем. В полях. В полях. Мы приходим в поля. В поля. В поля – это где? Это прям заказчики. Это российские заказчики, не только российские заказчики. Ты приходишь в компанию и проводишь условно аудит. Ты смотришь, как эту компанию можно взломать. В процессе того, как ты смотришь, как ее можно взломать, ты еще и видишь, а была ли она уже взломана, какие там остались следы. В эти моменты ты видишь истинное положение вещей. Не то, как об этом пишут в газетах, а как на самом деле. В полях. Ты можешь это понять в полях. Есть какие-то специальные места, где собираются хакеры? Какой-нибудь форум МАЗа, я читала, существует? Или это миф? Это, знаете, какая-то особая каста людей. И как-то они собираются. Мне кажется, они все друг друга знают. Мне кажется, вот какого-нибудь такого высокого профессионала спроси, а знаешь ли ты так кого? Он, конечно, знает. А где они встречаются? Может быть, в барах, может быть, в каких-то форумах. Нет специального места, где они тусят. А что для вас важнее, получается, деньги или развитие компании? Для меня точно важнее не деньги, но я бы переформулировал. Может быть, не развитие компании, а то дело, которое мы делаем. То есть компания – это выисполнение того, что ты делаешь. А цели твои, они звучат все-таки на таком языке, что построить такую компанию или такой бизнес, сделать какие-то изменения, сделать какие-то продукты, повлиять как-то. И это то, что движет нами. То есть поменять мир вокруг себя. У нас есть свои мечты, и мы идем за ними. Какая у вас мечта? У меня лично? Да. Быть счастливым человеком. Ну нет, это неинтересно. Вы и так счастливый человек. Ну хочется быть более постоянно счастливым человеком. А в кибербезопасности мне хочется, чтобы мы как-то повлияли сейчас на мир таким образом, чтобы эти проблемы были осознаны. Не в качестве каких-то страшилок, а в качестве того, что на самом деле это то, что нас очень может больно ударить очень скоро. И нам нужно поэтому этим заниматься немножко по-другому. Проактивно, как-то заинтересованно, без надрыва. Но заниматься. Потому что цифровая часть нашего мира предлагает нам точно большие преимущества. И вот хочется, чтобы это было только преимущество, а не весь тот траблмейкинг, который это может обеспечить нам. Зачем хорошее против всего плохого. Привести в гармонию. Привести в гармонию вот это состояние сейчас. Понимаете, можно говорить, что кибербезопасность – это с одной стороны сопутствующий какой-то такой зверь нашей цифровизации, а с другой стороны – это тот зверь, который может и не пустить дальше. Или не дать насладиться этим самым цифровым миром. Что вы понимаете под гармонией? Гармония, когда тебе не приходится выбирать между, 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 между. Когда у тебя все аспекты, сопутствующие чему-то, находятся в состоянии непротиворечивым и не вызывающим какое-то отторжение. Гармония. Сейчас будет вопрос блондинки. Правда ли хакеры живут в Даркнете? Нет, не правда. Даркнет – это особая история. Еще раз, мы сейчас не отождествляем хакера и преступника. Даркнет – это такая, ну, прям дарк история. А что это вообще такое? Зачем это надо? Кто там живет? Представляете, вот какая-нибудь есть старая заброшенная, какая-нибудь, я не знаю, база, огороженная забором. И вот там написано при входе, что вот туда никогда не приходит ни полиция, ни военные. Там не действуют никакие законы. И ты туда можешь зайти и что-то там делать. И там на самом деле не приходит ни полиция, ни военные, потому что они не могут туда идти. И вот представьте, что там будет происходить в реальной жизни. Кто туда придет? Кто-то придет что-то продавать. Кто-то придет, возможно, что-то покупать. Что-нибудь запрещенное. Ну, понятное дело, туда бабушки с яблоками не пойдут. Ну, очевидно. Вот Даркнет – это, по сути, такая часть, такая база в нашем интернете. Почему в нем ничего невозможно заблокировать? Мне на ум приходит история с самогоноварением в советское время. Потому что нельзя поймать самогонщика. Его почти-то можно поймать, понимаете? Вот вроде как и можно поймать. Но на самом деле, если ты хочешь искоренить самогоноварение, то ты должен, по сути, устроить какой-то террор народу. И тогда, да, самогоноварение. Ну, сухой. И все равно будут варить. Ты будешь делать облавы, ты будешь ловить их, выворачивать карманы. Ты превратишь жизнь в ад. И, может быть, через 10 лет такой жизни ты выловишь всех самогонщиков. То же самое здесь. Получается, это некая добровольная история людей в этом участвовать. То есть, это же созданное… Ведь, на самом деле, это распределенная история. Она находится на компьютерах большого количества людей, которые добровольно, так или иначе, участвуют в существовании этого Даркнета. Поэтому получается, что, с одной стороны, конечно, можно приводить в соответствие законы. Развивать киберполицию, как-то устраивать облавы. Но, с другой стороны, пока граждане не перестанут это считать неприемлемым, когда это не схлопнется до какой-то там необразимой маленькой массы. Вот это, мне кажется, не искоренить. Ну, либо очень драконовскими методами. Потому что эта история не про то, что есть централизованные сервера, они где-то лежат там, и ты можешь их прийти и изъять. Нет. Это как, знаете, пир-то-пир-сети, торренты. Качают же фильмы пиратские. Так и здесь тоже. Это такая пир-то-пир-сеть между людьми. Зона без законов. Я бы туда крайне не рекомендовал ходить. Я туда ни разу ни разу не ходил. Страшно, этого боюсь. Вы боитесь? Вы, ловец хакеров, боитесь идти в Даркнет? Да, да. Там же не про хакеров. Там история, там... Я не буду даже говорить, что там можно сделать. Но там все самое страшное, что можно сделать, там можно сделать. И эта история не про хакеров. Это история про какую-то наиболее темную часть наших человеческих душ. Когда Роскомнадзор пытался заблокировать Телеграм? Дуров сделал совершенно прекрасную историю, которая, скажем так, опозорила Роскомнадзор и не позволила заблокировать Телеграм. Это была похожая технология использована? Или что он сделал? Это печальный эпизод нашей жизни, который, мне кажется, на самом деле ударил по обеим сторонам. И по Роскомнадзору, который заявил, не смог в тот момент заблокировать. И по Телеграму, который на самом деле тоже участвовал в этих кошках-мышках. Тяжело, наверное, так вот со стороны рассуждать про это. Но мне кажется, история в том, что Телеграм тяжело было заблокировать, она еще была связана с тем, что как-то мировое IT помогало этому. Как будто бы мы же видели, что там вот эти самые цифровые гиганты, они помогали бороться с этой блокировкой. Миграция с IP-адресов на IP-адреса. То есть без помощи гигантов это было бы невозможно? При, знаете, международном сотрудничестве это было бы невозможно. В тот момент, если бы блокировку поддерживали бы на таком международном уровне ключевые игроки, то, мне кажется, его заблокировали. Даже при помощи тех не самых таких интеллектуальных технологий, которые применялись против этой блокировки. А что это было за технология использована? Еще раз повторюсь, использовалась достаточно простая с технической точки зрения технология, которая просто блокировала по каким-то условным портам, адресам. Но это Роскомнадзор. Да, Роскомнадзор, да. А Дуров в ответ просто менял IP-адреса. Да, ведь на самом деле, с точки зрения, понимаете, с точки зрения такой силы, которая смотрит в интернете, а что вообще происходит, ну это какие-то сервера, какие-то узлы коммуницируют друг с другом по каким-то шифрованным каналам. На самом деле тяжело восстановить, а что там происходит. Важно, что мы точно знаем, что вот тот узел, сейчас обменивался информацией с этим узелом. И все. Залезть вглубь, понять, что это на самом деле, это очень-очень умные алгоритмы. Того, что мы знаем, что происходит коммуникация между вот этим компьютером и вот этим сервером, достаточно для того, чтобы эти сервера блокировать. Такая технология, она, по сути, там осуществлялась. А действительно есть такие технологии, которые позволяют полностью стать анонимным в интернете? Или можно любого вскрыть, понять, узнать, кто это? Мне кажется, есть, да. Вам кажется? Знаете? Ну, у нас всегда есть вероятность того, что мы что-то не знаем. Может быть, есть кто-то, кто на самом деле и это видит. А это почему? Это благодаря многочисленным утечкам возданных, возможно, стал так называемый, пробив? Нет, нет, вопрос не в пробиве. Вопрос в том, можем ли мы сделать так, что действия отдельно взятого компьютера, они никак не могут быть ассоциированы с человеком. Это вопрос исключительно технологии. Это технология тоже таких распределенных узлов, которая позволяет устроить бесконечную цепочку посредников между истинным эктором и тем, как это видно в интернете. Это позволяет анонимизировать человека. База данных – это скорее про то, что происходят какие-то утечки, и мы можем воспользоваться этим. Мне кажется, это чаще используется для того, чтобы на этом заработать. Понимаете, вот самое главное… К другому не вижу противоречия сейчас. Мой тезис заключается в том, что утечка базы не помогает и не противоречит идее анонимизации человека. Сейчас я блондинка, я сейчас долго буду соображать, что вы сейчас сказали. То есть вы хотите сказать, что утечка базы – это связь с телефоном, еще с чем-то, еще с чем-то, а технология позволяет вообще разорвать связь человека с IP? Ну, типа того, да. То есть существующие технологии позволяют разорвать человека и то, как он выглядит в интернете. Это вот технология существующая, она не связана с утечками базы. И там никакая база не поможет уже. Да. Что для вас значит быть предпринимателем в России? Мне кажется, вообще предпринимательство в России – это большие возможности. Мы все еще находимся, мне кажется, как страна в стадии такого большого переосознания, перестроения системы, которая была у нас долгие десятилетия. И куда ни плюню, везде ниши и возможности. И самое важное, что на самом деле там, где мы эти ниши заполняем, мы как, в смысле, в стране, то получаются удивительные какие-то находки, решения, продукты. Я айтишник, поэтому, если там из близких областей, я постоянно удивляюсь, я не знаю, я пользуюсь какими-то сервисами Яндекса. Ну, когда-то пользовался Яндекс.Такси там. Или Uber. Мне Яндекс.Такси гораздо больше нравится. А Яндекс.Карта мне нравится гораздо больше, чем Google Maps. А Тинькофф лучше, чем какие-нибудь онлайн-системы. И так по-многому. На самом деле, у нас очень много ниш. У нас много талантливых людей. И вот это вот люди на возможности, на ниши перемножаются. И это бесконечное поле для предпринимательства. Конечно, предпринимательство в России, на мой взгляд, живет по своим законам. По каким? Ну, которые отражают ментальность русского человека больше. Здесь больше какой-то... Что-нибудь хакнуть, так мы говорили. Ну, да. Мне кажется, у нас как-то больше мы думаем... Хотя, может быть, потому что просто мы здесь ближе. Больше мы думаем про то, чтобы получилось что-то такое не ради денег, а что-то такое стоящее. Я вижу, как это пронизывает мышление людей, которые вовлечены в бизнес в той или иной степени. Очень большой фокус на том, насколько все-таки ценно то, что ты делаешь. У вас была какая-нибудь возможность уехать из России на все? У нас было много возможностей уехать. Самый такой важный эпизод – это мы с супругой будущей... Она у меня училась в Германии, делала диплом. Ей предложили остаться в аспирантуре. И она нашла мне место какое-то в аспирантуре тоже. В РВТХ – это Ахинский университет. И мы так всерьез сели с ней, подумали, и что же делать. И как раз на самом деле вот это понимание того, как происходили изменения в России, вот эти атмосферы изменений, бесконечных возможностей, очень сильно контрастировали с тем, что могла предложить на тот момент Германия. Это вот красивые автобусы, там хорошая стипендия и абсолютная предсказуемость на десятилетия вперед. Мы крепко подумали, посидели вместе и решили, что нет, все-таки для нас это не то. Потом, конечно, были соблазны у нас и по геополитическим причинам. Например, российские IT все время находятся под давлением. Все время под давлением того, что если ты хочешь делать большую историю, ее нужно делать worldwide. Если делать worldwide историю, то нужно иметь какой-то большой мотив, чтобы ее делать, ну, по сути, в России. Если ты хочешь быть частью мирового IT, у тебя очень большой соблазн пойти туда. Понятное дело, что это уравновешивается сложностями, которые есть там. Все равно русский предприниматель там, это все равно русский предприниматель там. Кэджи Би. Кэджи Би, ну и ментальности, все. Тяжело, тяжело вот так вот взять, уехать в Калифорнию и прижиться, там, стать своим и как-то чувствовать себя. Но все равно бизнесово соблазн очень велик. Потому что даже человек, который родился в России, но уехал туда и ведет бизнес там, он имеет, конечно, беспрецедентно более благоприятные условия, чем российская компания, которая все еще живет, грубо говоря, в России. Поэтому были, конечно, соблазны взять какое-то момент времени и перебраться в Калифорнию. У меня есть товарищи, там, венчурные инвесторы. Ну, куда в Калифорнию? Ну, куда в Калифорнию? Ну, вот. Но у меня как-то все время было чувство, что мы можем здесь что-то сделать такое, что... Потому что вы айтишник, оставшийся в Москве. Да, я айтишник, оставшийся в Москве. Какой-то редкий зверь. Это не отменяет того, что на самом деле все устремления позитива сейчас и мои лично, это все-таки международная история. Но международную историю можно делать по-разному. Можно, с одной стороны, стать частью там мировой повестки, ну, или той повестки, которая написана существующими игроками, глобальными гигантами. Либо привнести свою повестку. Собрать что-то такой критической массы, что создает центр притяжения. И российские компании в этот момент могут начать делать не, грубо говоря, ту первую глобальную повестку. А вот эту тоже глобальную, но уже повестку другого полюса. Поэтому, конечно, создание каких-то айтишных продуктов или решений национального масштаба, которые могут иметь такую конкурентность на глобальных масштабах с созданием своей повестки, это то, во что лично я очень сильно вкладываюсь и позитив вкладывается сейчас. Правда ли русские хакеры лучшие в мире? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Ну, а объяснение какое-то предложите с моей точки зрения? У меня есть наблюдение, что то, как мыслят наши хакеры, это наиболее какой-то такой объемный, такой творческий взгляд на вопрос. Я много раз пытался ответить на вопрос, почему так получается. Но нашел только такое объяснение, что все-таки мы с наследием Советского Союза во многом вынуждены были на протяжении долгого периода времени постоянно что-то взламывать. У нас все время были законы, мы все время их обходили. Ну, на уровне просто уже привычки национальной. Может быть, сейчас уже текущие хакеры молодые, они даже и родились не во время Советского Союза. Ну, как эстафетная палочка, мы, знаете, передали предыдущие поколения. То есть ты все время же что-то там, какую-нибудь инструкцию тебе дают, ты же ее не читаешь. Почему? Ну, потому что сначала разберешься, что-нибудь отвалится, потом нет, что-то не получается, прочитаешь инструкцию. Но наши по-другому действуют. Вы тоже не читаете инструкцию? Нет, я не читаю инструкцию. В самом отчаянном случае, когда у меня это вообще уже, ну, совсем мне отказывается работать. Но на самом деле это имеет большой плюс, потому что в процессе того, как ты думаешь, как это могло бы работать до инструкции, ты гораздо лучше понимаешь замысел производителя. Потому что ты перестаешь быть таким, ну, условно, тупым исполнителем вот этой машины какой-то. Ты такой думаешь, так, а если бы я это делал, то как бы я сделал? Кнопку пуск и старт или только кнопку пуск-старт? Ага, вот так, наверное, так. Ага, точно, вот. Поэтому, мне кажется, это культивированная годами, если не столетием, привычка находить уязвимости в каких-то устоях и системах. Она передана была нашей текущей молодежи, сопровождена колоссальным таким инженерным каким-то фундаментом. Ну, и у нас получились лучшие хакеры. То есть, у мифа про русских хакеров, которые все везде взламывают, в общем, есть основания? У этого есть два основания. Первое, то, что русские хакеры, они лучше. И второе, что кому-то сейчас интересно эксплуатировать идею русских хакеров. Поэтому это дважды такая получается выгодная история. В скольких случаях из, условно говоря, десяти за атаками действительно стоят русские хакеры, если, допустим, в десяти случаях говорят, что это русские хакеры. В скольких случаях это реально? Ну, я еще раз говорю, что на самом деле технически установить, кто стоит за той или иной хакерской атакой, практически невозможно. Невозможно. Особенно за... Если мы говорим там про... Часто говорят там спецслужбы или еще. Чем выше квалификация, тем больше стремится к нулю вероятность того, что ты можешь определить это на техническом уровне. Понятное дело, что если так вот гипотетически рассуждать, то корреляция между разведданными и техникой может давать какие-то ответы. Но это находится уже совсем не в плоскости нашего разговора и наших знаний. Я, конечно, думаю, что эта лакханалия, которая сейчас происходит вокруг русских хакеров, что они стоят за всем тем страшным, что происходит в кибермире, она выдуманная. Это миф. Это очень удобный, кому-то интересный, важный миф. Верно ли я поняла, что поскольку установить невозможно, можно обвинить кого угодно, что, в общем-то, те санкции, которые связаны с обвинением во вмешательство в американские выборы, тоже, с вашей точки зрения, на пустом месте получились. Или на бездолжной доказательной базе. Я говорю о том, что на самом деле это точно не доступно нам, это знание. На техническом уровне понять, кто стоял за хакерской атакой, невозможно. Но если ты какой-то, наверное, разведчик, ты можешь про это разговаривать более компетентно. То есть нужны понятия. Да. Я могу здесь, по сути, гражданин просто рассуждать про эту тему только на языке. А кому это было нужно? А зачем? И порой, конечно, вот эти несостыковки, они меня удивляют. Как будто бы они никому не важны, эти несостыковки. Что обычно в преступлениях обвиняют тех, кому это вообще не нужно. Не то, что невыгодно, а антивыгодно. Например? Ну, я не знаю, почему все время обвинение в адрес нашей страны происходит тогда, когда это самый неподходящий момент. Ну, почему? Ну, я точно знаю, что мы не тупые, да, и делать какие-то вещи, которые просто нам вредят, в тот момент выбирать наиболее непосходящий момент и делать наиболее непосходящую вещь, ну, это странно. Поэтому я здесь так рассуждаю про это чисто по-человечески. Мне это странно. А вы телевизор смотрите? Телевизор очень. Наверное, даже нет. Ну, то вот так сейчас немножко говорите, как телевизор. Насколько в бизнесе важны связи? Мне кажется, важный вопрос, что понимать под словом связи. В бизнесе очень важны отношения. Отношения компании, отношения людей. И чем лучше у тебя эти отношения внутри компании, за пределами компании, я не знаю, с государством, тем тебе лучше. Для меня это некий базовый элемент, на котором можно строить вот эту большую историю. Связи имеют для меня такую, знаете, негативную коннотацию. В том плане, что у меня есть связь. Это значит, я могу кому-то там позвонить и попросить что-нибудь такое непотребное. Ну, почему непотребное? Ну, если у тебя потребное, то у тебя нет нужды иметь эту даже связь. То есть это определяется уровнем того, на самом деле, кому интересно и полезно то, что ты делаешь. И если это вот там, то тебе не нужно иметь с ними связь. Ты просто им звонишь и говоришь, ребята, смотрите, у меня вот такое предложение. Я делаю вот так, мне это интересно вот почему. А вам, мне кажется, это могло быть интересно вот почему. Давайте это делать вместе. И в этот момент устанавливается эта самая связь. А потом она подкрепляется временем и превращается в отношения. Отношения проверенные через парадигмы каких-то, я не знаю, там, неурядиц, сложностей. Все. И это уже очень большой фундамент для того, чтобы что-то строить вместе. Какой самый высокопоставленный человек, к которому вы можете позвонить? Ну, опять же, вопрос не в том, кому я могу позвонить. Вопрос, какой самый высокопоставленный человек, кому интересно то, что я делаю. Мне кажется, то, что сейчас делает позитив или то, что делаю сейчас я лично, это уже тот интерес, который интересен каким-то ключевым людям страны. Как с точки зрения бизнеса, так с точки зрения государства. С кем вы советуетесь? Из бизнесменов или, я не знаю, из экспертов? Не только с бизнесменами. Я советуюсь с семьей, советуюсь с женой, часто с братом, с нашим партнером, с коллегами внутри компании. У меня есть ряд людей, с которыми мы много поддерживаем связи, отношения, разные предприниматели из разных областей, которые собираются не по бизнесу, а по... Ну, потому что собираются, у них какие-то интересные интересы жизненные, одинаковые. И для меня это большой, такой, знаете, большая поддержка. А с кем вы дружите из ваших коллег или конкурентов? Ну, с коллегами мы вообще дружим. У вас говорят, что вы человек нелюдимый. Нелюдимый. Закрытый и не публичный. Я не публичный, да. Мне, к счастью, у меня много всяких, мне кажется, жизненных слабостей, но вот этой зависимости от того, чтобы быть публичным и на публике признанным, меня как будто особо нет. Поэтому у меня такого личного устремления к этому нет. Зачем вы даете это интервью? Это хороший вопрос. Но сейчас как-то меняется ландшафт и нужно больше коммуницировать с людьми, с бизнесом. Сколько зарабатывает хороший хакер? Белый. У белых хакеров, у хороших хакеров есть много источников дохода. Они могут участвовать как фрилансеры в каких-то программах бакбаунти, которые объявляют деленные компании. Ну, условно, они могут зарабатывать миллионы, даже долларов. На самом деле это очень востребованные знания и труд. И если ты на самом деле обладаешь хорошей квалификацией, ты можешь зарабатывать очень много. Как вам удается в таких условиях нанимать этих людей в штат? Мне кажется, что позитив это то место, в котором на самом деле они могут найти для себя интересную работу. Они, а, могут иметь интересные проекты, потому что это находится на острие кибербезопасности. и б, все-таки у нас очень сильная команда исторически, и приход в позитив это возможность поработать с очень сильными мира всего хакерами, ну, или людьми, обладающими смежными компетенциями. А это для технаря это очень важно, потому что нет предела совершенства, все время учишься, учишься, учишься. А про хакерские группировки расскажите. Они правда, я все время читаю какие-нибудь там Козиберс или что-то такое, все время мелькают в СМИ. Они правда существуют? Какие сейчас существуют хакерские группировки? Какая самая опасная, какая самая пробная? Ну, знаете, мое мнение может не совпадать, наверное, с мнением индустрии, может быть, но я понимаю, что зачастую вот эти названия хакерских группировок, они кем-то даны. Ну, то есть, это некие такие, знаете, ярлыки. Вот есть такая группировка, вот такая группировка и такая группировка. Эту группировку можно распознать вот по таким действиям. А это вот по таким действиям. А кто это сказал? Почему это так? Как будто бы остается за кадром. И когда уже 10 лет говорят, что это группировка вот такая, какие-нибудь там, северокорейские ребята, вот если ты увидел тот и тот, значит, что это они? Ну, это они. Ну, подождите, во-первых, откуда это? Почему? То есть, кто-то говорит, что он когда-то кто-то видел, там, на самом деле, там, северокореец пробежал. Ну, ну, это чушь. Поэтому, это, знаете, какая-то такая вот, какой-то пласт такой информации, который, как будто бы, призван отвлечь внимание от истинного положения вещей. Мы смотрим телевизор, нам показывают, такие, такая группировка, сякая там, АПТ там 24, АПТ 28, там, такой бир, сякой бир. Вот мы такие, ааа, ух ты. Да. А это, на самом деле, вообще не про суть. Суть, она осталась за кадром. На самом деле, нельзя сказать, существуют ли какие-то хакерские группировки, кто они. Ну, скажем так, существует кто-то, кто создает видимость существования вот этих хакерских группировок. Господи, зачем? А это другой вопрос, он очень хороший. Кому это нужно? Зачем это нужно? Что совершают эти хакерские группировки? На кого бросается тень? Падает. И, размышляя об этом, на самом деле, можно восстанавливать какую-то более полную картину мира. А кибервойна действительно ведется? Кибервойна действительно сейчас не ведется, потому что мы не видим последствий этой войны. Но мы не знаем, насколько она подготавливается. И порой, размышляя о том, как бы она могла быть, становится очень страшно, потому что наша уязвимость, нашего мира от вот этих кибервозможных атак, она очень высокая. Какой бы она могла быть? Какие могли быть опасности? Ну, мы видим, порой происходят всякие техногенные катастрофы. Где-то электричество отключается, где-то взрывы какие-то происходят, где-то транспорт останавливается. и так, если размышлять об этом, то, конечно, это... Почему бы нет? Почему бы это не могло быть объектом или целью какой-то атаки? Даже не хочется об этом думать. Слишком страшно? Война – это всегда очень страшно и неприятно. Много же сил тратиться на то, чтобы все-таки мир не пошел по пути какой-то большой войны. И мне кажется, что сейчас в каком-то угаре, что мировое комьюнити, мировая общественность не уделяет должного внимания предотвращению возможности возникновения каких-то кибервойн. Ну, хотя еще раз, мы рассуждаем здесь как обыватели. Может быть, там где-то ведется очень такая правильная работа. Но мы не знаем. Мне кажется, вопрос адаптации нашей жизни под новые реалии вот этого цифрового мира это наша сейчас первостепенная задача мира и она более важная, нежели интересы национальной отдельных частей мира. Ну, то есть мы тотально не умеем жить в этом мире. С точки зрения наших детей, с точки зрения нашего права, с точки зрения всего. Про международную экспансию. у вас же очень много госконтрактов. Правильно? Ну, не много, а есть. Я так понимаю, что они вам могут просто мешать на международном уровне. Мне кажется, у слова госконтракт есть какое-то, может быть, отчасти ошибочное восприятие. Ну, смотрите, есть большие организации, к примеру, у нас в стране. И вот эта грань между там, где есть коммерческая организация без участия госкапитала, потом коммерческая организация, там, чуть ли не со стопроцентным госкапиталом и организация, ну, просто форма у нее собственности и устройство другая, вот с точки зрения этих компаний, когда они являются заказчиком, ну, грубо говоря, на каком-программное обеспечение, разницы никакой нет. Немножко другие требования, там, по госконтракту с точки зрения тендер, открытости и прочее, прочее, прочее. Но если ты просто продаешь программное обеспечение в эти названные сектора, то ты разницы особо не чувствуешь. Если говорить про позитив, у нас меньше 10% госконтрактов. Касперский же с этим столкнулся, когда его начали обвинять, что он обслуживает интересы ФСБ, он тут шпионит за всеми. Ну, это же, с моей точки зрения, это сугубо коммерческая история. Понятное дело, что в лаборатории большой рынок был за пределами России. Это, понимаете, когда речь заходит о сотнях миллионов, это хорошие деньги, и конкуренция там начинает приобретать порой весьма нелицеприятные какие-то виды. И, ну, в Америке, в частности, там же большой лоббизм коммерческих компаний государств. Поэтому, мне кажется, была разыграна какая-то такая, знаете, конкурентная история, вот это все про такой геополитический кипиш. Ну, скорее всего, да. Кто-то завоевал себе лишних там 100 миллионов долларов. Так вот вывод из этого какой следует, что если вам делать международную экспансию, вам придется отказаться от госконтрактов. Готовы? А не госконтракты повлияли на лабораторию, не госконтракты. А что? Ничто. Там, мне кажется, можно было прицепиться к чему угодно. Человек учился в каком-то университете, в каком-то институте, у него, возможно, есть какие-то друзья. Ну, то есть, вот так вот взять и раздуть историю можно из чего угодно. Поэтому, если ты с 7 класса иметь международную экспансию... Так, вы готовили? Нет. У тебя даже нету какой-то методички, по которой надо идти, чтобы стать таким. То есть, с этими не дружи, сюда не ходи, еще что-то, но все равно что-то найдется такое, к чему можно прицепиться. Тут надо четко понимать, что если ты сейчас находишься в состоянии некого геополитического противостояния, то, имея международную повестку, ты не одинаково можешь быть востребован в разных регионах. К этому просто надо быть готовностью. Ну, также, на самом деле, это абсолютно симметричная история. Мы сейчас видим, как многие компании отказываются в области кибербезопасности от тех же американских продуктов. Да, строится же все это суверенный интернет, вот это все. Кстати, сейчас вопрос блондинки будет. Это подготовка к железному зону в линии фаерволу? Мне кажется, что на самом деле это приведение в какую-то реальность вопросов, связанных с кибербезопасностью, в частности. Потому что, на самом деле, если ты занимаешься, если ты суверенное государство, ты занимаешься вопросами кибербезопасности, и ты строишь это, ну, по сути, приоритетно на своих решениях. Понимаете, когда нет вот этой уязвимости к тому, что ты зависишь от каких-то поставок или еще чего-то, у тебя просто переговорная позиция другая, и ты становишься суверенным, сильным государством. Поэтому мне кажется, вопрос не к тому, что сейчас готовится какая-то большой развод или еще что-то. Вопрос про приведение в норму этих вопросов, связанных с кибербезопасностью. К сожалению, в мире, или к счастью, я не знаю, только ограниченное количество суверенного государства могут иметь возможность построить свою кибербезопасность. Россия, точно к счастью, входит в их число. Вас привлекают, наверное. За что? К строительству. А, к строительству. Сразу за что? Мне кажется, сейчас на самом деле курс правительства такой, что уже во многом вот эта кооперация между государственными структурами и бизнесом, она стала существенно больше, чем было несколько лет назад. Это видно. Со стороны государства точно есть эта интенция, направленная на вот эту кооперацию. Потому что, ну а куда деваться? Кооперацию с бизнесом. Ну да. Ну, на самом деле, кооперацию с бизнесом и с гражданами. С вами правительство советуется как-нибудь? Как-нибудь советуется. Расскажите, как вы устраивали блок-аут Дубая? В 19-м. Вам виднее. Или, в смысле, у вас было несколько блок-аутов Дубая? Это было не Дубай, это было Абу-Даби. В 19-м году в Абу-Даби произошло, наверное, крупнейшее за историю Абу-Даби противостояние, такое киберпротивостояние между хакерами и защитниками. Так, давайте рассказывать, очень интересно. Начался детектив. В 19-м году мы проводили там большое мероприятие вместе с малайзийцами, Hack'n'Sebox, такая компания, которая организует хакерские мероприятия, конференции по всему миру. Мы в интересах Абу-Даби, они делали большой такой ивент, и в рамках него были кибердни. В рамках этого мы устраивали такой большой демополигон, где происходило реальное тестирование объектов инфраструктуры, в частности дубайской, но реплицированной в виртуальные пространства. То есть мы воссоздали большую инфраструктуру, позвали лучших хакеров со всего мира, Америка, Индия, Китай, Россия, со всего мира. Эти виртуальные копии объектов, нефтяных каких-то там заводов, электричества, банковской отрасли, защищали реальные люди, которые защищают реальные компании. И происходила такая вот битва. Хакерам нужно было устроить блэкаут, взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, украсть деньги. А защитники защищали и учились. Учились этому делать. И, конечно, когда приехали все эти шейхи, люди, которые близки к правительству, и когда они увидели, как происходит на самом деле это все, они были очень под большим впечатлением. Потому что, когда делается такое виртуальное пространство, оно обычно подключается к полигону, к макету физическому, где все воссоздано в миниатюре. Маленькая железная дорога, воссоздана цепочка переработки нефти, от разлива до перегонки, переработки. И когда происходит атака на виртуальный элемент инфраструктуры, происходит атака на контроллеры, они уже абсолютно реальные, а они уже управляют этими макетами. И когда произошла успешная атака, ты видишь, как разливается нефть, сталкиваются поезда или еще что-то. И, конечно, когда... Нет, подождите, сталкиваются поезда? Сталкиваются поезда, разливается нефть. надеюсь. Нет, в миниатюре. В миниатюре. То, конечно, когда приходит кто-то из правительства, из первых лиц государства и видит, как все это происходило, то это, конечно, имеет колоссальный эффект. Вы же все время этим занимаетесь, да? Вы все время демонстрируете... Этим это чем, Лена? Все время демонстрируете, как можно что-нибудь взломать для того, чтобы первое лицо или первые лица поняли, что нужно это защищать. А можете рассказать самую впечатляющую для вас историю? Что вы сделали такого, чтобы убедить? Здесь можно вспомнить несколько историй. Есть истории, которые позволяют тебе напрячь воображение и понять, что это значит, но не имеют какого-то визуального эффекта. То есть, грубо говоря, когда тебя это было за границей, зовут для того, чтобы продемонстрировать, как можно захватить скоростной поезд на ходу, и ты показываешь, как через модемы телеметрии GSM ты можешь проникнуть внутро этого несущего со скоростью 250-300 км в час поезда и подменив какие-то там данные, сделать так, что он просто улетит на очередном повороте, не сбавляясь скорости. В этот момент люди, которые отвечают за инженерию этой компании, они признают, что да, если бы мы сделали следующий шаг, то произошла большая катастрофа, но этой катастрофы не было, ты ее не видишь и ты должен ее домыслить. Если говорить про те же железные дороги, один раз мы демонстрировали потом условно так называемую последнюю милю, это вот последний шаг, который предшествует возникновению этой большой катастрофы. И мы вот этот последний шаг демонстрировали в лабораторных условиях. Мы зашли в большой ангар и там была вся микропроцессорная автоматика подключена к реальной железной дороге и к реальным стрелкам. И вот там был светофор, там была стрелка и пока горит красный, она не может перевестись в это положение. И мы демонстрировали, как на самом деле на реальном объекте можно это сделать. И это был ангар, и когда мы эту стрелку перевели, то она перевелась с таким грохотом и вопреки вот этому красному свету, что это был какой-то колоссальный шок для всех присутствующих. Так и что, к вам прибежал глава железных дорог, начал сказать «Спаси меня!» Он там был на демонстрации практически, там было второе лицо железной дороги. Это был демонстрационный как раз уже финальный аккорд, который показывал, как на самом деле это произойдет в реальности. Вот. И, конечно, это имело очень такой красивый эффект. Расскажите про родителей. Кто они были? Как они на вас повлияли? И как они относятся к вашему бизнесу сейчас? Родители у меня жили во Фрязино всю жизнь. Мне кажется, они работали на заводах инженерами. У нас весь, наверное, комплекс наших заводов, это все как-то было связано с оборонкой либо с микроэлектроникой. Полупроводники там делались. И они всю жизнь проработали на заводах. Сейчас они пенсионеры. К счастью, они здоровые, живут рядышком, мы с ними часто видимся. Бизнесом они особо, мне кажется, не интересуются. Всех вопрос это там как здоровье, как жена, как дочка. Не обсуждаете с ними проблемы? Нет. К маме пожаловаться не ходите? Нет. Да и жаловаться особо не нужно. Да ладно, ну маме всегда есть на что пожаловаться. И интереса особо нет. Как они повлияли? Я думаю, что очень хорошо повлияли. Мы, конечно, с братом жили в такой среде поддержки, любви. Я вообще не помню, чтобы они были против хоть чего бы то ни было. Наверное, вот это против закончилось где-то там в средней школе. А потом поддержка, 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 поддержка. А когда мы делали бизнес, это настолько как-то было ну как-то в норме, что мы уже взрослые люди, мы делаем, и они нас поддерживали. Более того, там идеи позитива, они во многом зарождались прямо там, во Фрязино. Мы провели чудесное лето, там строили какую-то беседку на огороде, на даче. Вот. Родители часто приходили, картошку варили. Вот у нас идеи какие-то были, как это сделать. Я помню такой удивительный эпизод в жизни. То есть, можно сказать, что они приняли участие даже в рождении этой компании. Ну, у нас так все было. Там у нас были жены вместе с нами, там собака, такой, знаете, большой сабантой. И собака тоже сооснователь. Мы делали это вместе с нашим третьим партнером, нашим товарищем. В смысле, беседку. А потом и бизнес. Вот все три человека, которые строили беседку, они построили бизнес. Как интересно. Там и родились, собственно говоря, главные идеи этого бизнеса. Потому что, на самом деле, решиться в 2002 году взять и вложиться в разработку платного ПО в России в области кибербезопасности, это надо было иметь много мужества и много времени, потраченного на физический труд строительства беседки. Где вы взяли первоначальный капитал? Или это не требовало его? У нас капитал, на самом деле, вот мы сейчас пытались там вспомнить, наверное, ну, несколько сотен тысяч долларов, наверное, было вложено в качество начального капитала. Это существование компании буквально год, первый, когда мы уже наняли программистов, начали переделывать бесплатную версию нашего софта, вплатную версию, и какие-то минимальные продажи, обслуживание офиса. Но мы сразу начали продавать какой-то консалтинг, который частично начал компенсировать эти затраты. А через год уже появилась коммерческая версия, и мы ее вовсе начали продавать. А сейчас вы стоите сколько? Миллиарда, полтора, два. Какой стоимости компании вы идете? Где вы видите компанию через 10 лет и себя через 10 лет? Я очень верю в российский IT, ну, такой хай-тек. Очень верю в российский кибербез, кибербезопасность. И, конечно, я текущую компанию, если мы говорим про Позитив, одну из моих компаний, я вижу одним из лидеров российского кибербеза, который продает свои продукты и решения в масштабах мировых, нежели там российских. Для этого, конечно, невозможно просто взять и пойти и завоевать весь мир в одиночестве в текущих геополитических условиях. Как будто бы должна случиться большая кооперация. Я с своей стороны сейчас в эту кооперацию вкладываюсь. И, понимаете, с одной стороны твои шансы на изменение роли своей компании в пределах российского рынка, они одни. И объемы, возможно, другие. Ну, то есть, условно, у нас сейчас российский рынок кибербезопасности 120-130 миллиардов рублей. Понятное дело, что есть разные оценки, но на наш взгляд так. И можно претендовать на какую-то заметную долю. А можно говорить про это так, что на самом деле тот доступный для российского решения рынок кибербезопасности в мировых масштабах, это уже рынок не про 2 миллиарда долларов, это рынок про 40-60 миллиардов долларов. И как скооперироваться так, чтобы выйти на тот рынок, вот вопрос. Ну, понятное дело, что там начинаются уже совсем другие цифры. Вы не знаете, мне почему-то навязчиво какая-то есть такая цифра в голове крутится, я не знаю почему, но интуитивным каким-то таким осознанием надо придавать важное значение. Мне кажется, что российский, капитализация российского решения кибербезопасности компаний в области кибербезопасности через какое-то время будет где-то в районе 150-200 миллиардов долларов. Реализовав вот этот потенциал, это то, что на самом деле во многом усаживает конкурентов за один стол. Это то, что делает из конкурентов партнеров. Потому что вместо того, чтобы делить не очень большой российский рынок, ты можешь вложиться в то, чтобы скооперироваться и даже таким более объемным конкурентным решением выйдя на зарубежный рынок захватить его. И ты претендуешь совершенно другую цифру, абсолютную. Даже если относительная доля твоя будет меньше. Захват мира планет. Захват мира, да. Поэтому я вижу, как компания точно имеет очень большие шансы стать важным игроком вот этого мирового нового рынка кибербезопасности, который готов покупать российские продукты. С точки зрения своей роли, но я, конечно, все меньше и меньше вижу себя в роли операционного участника позитива. Вот мы сейчас собираем такой большой совет директоров внутри компании. И, конечно, я в рамках позитива себя вижу больше в роли члена совет директоров, который все еще может очень сильно влиять на будущее компании. Но уже не каждый день не ходить на работу. Да, я уже долгое время не каждый день работаю в этой компании. Насколько вы, кстати, тратите на работу в компании? На позитив сегодня, да? Ну, да. Ну, я думаю, что если усреднить, наверное, дня полтора-два. Всего-то? А все остальное? Ну, у меня есть еще компания и есть ряд проектов, про которые, наверное, я сейчас не хотел бы еще говорить. Стартап? Ну, не стартапы, а такие большие проекты. Большие проекты? Большие. Секретные. Но в той же области? В области хай-тека, да. В области хай-тека, да. Мы о них когда-нибудь узнаем? Знаете, конечно, если они получат. Подождите, это большие проекты, вы сказали, а не стартапы. Большие, да. Что значит, получится? Ну, большие проекты тяжелее сделать, чем стартап. Стартап-то вот иди и делай. Любой большой проект начинается со стартапа? Либо с объединения стартапов, либо еще с чего-то. Ладно, вы меня запутали. Чем вы занимаетесь, кроме работы, после работы? Бегаете, слышала? Бегаю, да. Бегаю. Ну, такое увлечение. На самом деле, это помогает поддерживать просто нормальный тонус. Бег, велосипед, плавание, что-то такое. Я люблю всякие такие виды спорта, знаете, там, виндсерфинг, кайтсерфинг. В Москве не очень. Да, да. Ну, на самом деле, сейчас, особенно этот год, он позволяет достаточно много времени проводить на удаленке. Общество привыкло к тому, что можно жить и работать в таком режиме удаленном. Вы езжаете на Мальдивы, полтора дня руководите компанией, остальное время катаетесь. Да. На это я трачу много времени. Я в семье провожу много времени. С дочкой, с женой. Вы занимаетесь воспитанием дочек? Ну, я не знаю, меня поставили в тупик этим вопросом. Занимаюсь. Так, я сейчас как молодая мать вас спрошу, как воспитывать детей? Я вам как... Что самое главное? Я вам как отец скажу, мне кажется, никто не знает, как воспитывать детей. Жить как-то так, чтобы не было вот этого разногласия между тем, как ты ведешь себя сам и как ты учишь ребенка вести себя. Ну, старайся быть лучшей копией себя и веди себя аутентично. Мне кажется, вся вот эта большая наука про то, как вести возбуждение своего ребенка. Нет, уже да. Не, уже да. Вы любите роскошь? Вы приехали на Майбахе. Вот роскошь, как роскошь, в прямом смысле слова, мне кажется, не люблю. Я могу удовольствоваться очень такими скромными какими-то скромным окружением жизни. Майбах просто очень... Ну, это Мерседес, это просто удобная машина, она комфортная, да. Сколько у вас машин вообще? Ну, я езжу с водителем на Мерседес и сам с рулем на BMW. И мотоцикл еще есть у меня. Триумф. Догоняйте? Нет. Я его боюсь. Он у меня стоит как напоминание того, как можно на самом деле опасно прожить свою жизнь. Зачем вы его купили? Ну, внутри у тебя всегда есть какая-то интенция к чему-то такому задорному, интересному. Потом ты едешь, нечаянно наезжаешь на какое-нибудь пятно масла разлито, чуть не падаешь, и потом начинаешь еще в расстах осмыслить. А зачем тебе это? На что вообще имеет смысл тратить свою жизнь? Мне кажется, очень тяжело говорить за всех, но я могу сказать про себя. Мне очень хочется тратить жизнь свою на то, что на самом деле меня вдохновляет. Мне кажется, у каждого человека так или иначе есть то, что его вдохновляет. Я не знаю, у кого-то игра на барабанах, у кого-то живопись, у кого-то катание на коньках, у кого-то кибербезопасность. И если ты тратишь жизнь на то, что на самом деле не твое, мне кажется, это потеря жизни. Хочется ее тратить на то, что ты на самом деле любишь, о чем мечтаешь. Ну и мне кажется, очень важно все-таки человеческие отношения в наших жизнях. Это нахождение гармонии себя в мире людей. Это то, что дает тяжело, но дает, мне кажется, очень большую энергию. Вы йогой не увлекаетесь? Так про гармонию много говорите. Йогой сейчас я не очень увлекаюсь. Йогой, но я много делал подходов. Мне не хватает терпимости вот так вот сидеть, что-то там. Скучно. Скучно, да. Мне кто-нибудь погнать хочется, побежать, понестись на худой конец. Кто самый лучший предприниматель? Мне кажется, самый лучший предприниматель это тот, кто, во-первых, может заниматься саморефлексией идет за своей мечтой, невзирая ни на что и не списывает какие-то неудачи на других или на какие-то обстоятельства. Есть что-то, за что вам стыдно? Чем старше становлюсь, тем меньше это становится. Потому что, конечно, поначалу кажется, что мне я так себя идентифицирую как человека с таким нарциссистического склада личности. И, конечно, мне все время хочется быть таким идеальным. Конечно, любой какой-то косяк, которых мне казалось в жизни было меньше, чем было на самом деле. Потому что все время кажется, никто не заметил там или еще что-то. Он вызывал очень большие переживания у меня. И тут мне было за что-то стыдно, тут там стыдно, тут как-то там странно. Потом становишься как-то, мне кажется, старше и понимаешь, что на самом деле это твой мир, тебе кажется, что у тебя есть какая-то идеальная картинка происходящая, а на самом деле это не так. И ты начинаешь с этим смиряться. Ну да, ты человек из крови плоти, совершаешь много ошибок. Вопрос как к человеку, который занимается кибербезопасностью. Свобода или безопасность? Знаете, если бы вы задали этот вопрос кому-то, кто хорошо меня знает, я думаю, что они ответили бы, что точно свобода. Потому что мне кажется, что я предстою в глазах большого количества людей, как такой авантюрист, знаете, торопыга где-то, который не думает о рисках и о последствиях зачастую. Но мне кажется, что на самом деле невозможно выбирать между свободой и безопасностью. Потому что безопасность в нашем мире она иллюзорна. И не только с точки зрения кибербезопасности. Ну, шел человек, а ему бац, сосулька на голову, и нет человека. И ведь вопрос не про то, что он мог как-то себя защитить. Вопрос про то, что люди, которые не свободны, которые не идут за своей мечтой, а значит не свободны, они в конечном итоге чаще оказываются в затруднительно жизненных ситуациях, в которых что-то идет не так. Поэтому для меня безопасность это функция свободы. Свобода себя в первую очередь. Интересно. Как физик физику говорит. Последний вопрос. У каждого героя есть цель, враг и суперсила. Расскажите про вас. Я не сказал супергероя, внимание. Моя цель это как-то красиво прожить эту жизнь, воспользоваться тем даром, который нам дан, чтобы это было здорово для меня, чтобы это было не тяжело, не интересно и полезно для других, какой-то оставить след за собой. Но мои точно цели находятся не в плоскости чего-то такого сильно материального. Конечно, мне очень важна та реализация тех идей, устремлений, которые у меня витают в голове, которые окружают нас, нашим миром. Враг. Ну, я думаю, что в кавычках мой враг, конечно, это тот я, который выступает за недвижение к цели, а за увещевание и уговоры, что и так сойдет или там да ну не получится. Ну, вся совокупность тех качеств, которые мешают тебе прожить ту жизнь, которую ты хочешь. Мне кажется, это главный враг. Все остальные враги внешне названные, они являются следствием, мне кажется, это суперсила. Мне кажется, что у меня получается как-то видеть, как будет развиваться то или иное, условно говоря, технологическое будущее, куда технологии идут, как они могут принести пользу человечеству, как они могут принести вред. Наверное, в любом случае, когда мы говорим про интуицию, возможно, это некая способность мозга комбинировать много всяких маленьких деталей, которые невозможно осознать, в качестве какой-то логической мысли, но осознать на уровне ощущения. Может быть, это такая интуиция, может быть, это что-то другое. Видение. Какое-то видение, да. Мне кажется, у меня есть какая-то в принципе природная тяга к партнерству и объединению, такая интеграторская, может быть, способность. я очень сильно эксплуатирую эту возможность и в компании, и за пределами компании. Ну и, наверное, все-таки способность к тому, чтобы признать, что тут неправ, тут сам виноват, тут что-то не увидел. Для меня, знаете, для меня самый главный такой критерий по жизни это уровень везения. Для меня если ты все делаешь так, тебе всегда везет. Потому что с точки зрения внешнего наблюдателя это может показаться, что просто повезло. Но обычно везет тогда, когда совершенно большое количество труда. А когда тебе не везет, ты всего лишь не хочешь признать того, что ты что-то не видишь. Для меня невезение это всего лишь нераспознанное везение. Продолжение следует...